Нет, говорить оно не будет, потому что здесь куча народу. Выставлять свои чувства на показ розовый пеликан Кир не любит, хоть они и очень сильные. Каждая встреча с орнитологом Николаем для Пернатова повод обняться. Правда, сегодня для таких нежностей многолюдно, поэтому птица решает удалить со съемочной площадки всех лишних. Орнитолог Николай – единственный гость, которому Кир от всегда. Пять лет назад зоотехник выходил его, когда тот еще был птенцом. Кир поранился об электрические провода. Жители Варнинского района нашли птицу и передали ее в Челябинский зоопарк. Здесь малыш Акреп прижился и нашел нового друга. Руки можно греть, он засунулся и греешь. Кстати, 90% хищных птиц попали в Челябинский зоопарк из-за травм, полученных либо во время сезонных перелетов, либо от рук человека. Задача Николая Лузьянина – всех накормить, обогреть и поставить на крыло. Независимо от степени травмы или строптивости пернатого подопечного. Относятся все по-разному. Кто-то бывает, вот как мы заходили к пеликану, пеликан относится хорошо. Например, его сосед, тоже пеликан, относится не очень хорошо. Но в зависимости от того, в какой я одежде приду. Вот у него какие-то такие заморочки. Бывает, к какой-нибудь сове придешь. Одна сова сидит хорошо, например, смотрит на тебя, ну, или безразлично, по крайней мере. Другая стоит тебе оглянуться, ну, просто какой-нибудь к паилке подтянулся, она тебе уже по голове даст когтями. Пернатых Николай любит с детства. Началось увлечение с книги про хищных птиц, которую он зачитывал до дыр. А позднее поступил в педагогический университет на, естественно, технологический факультет. В Челябинском зоопарке Николай Лузьянин работает более восьми лет. За это время у него накопилась целая коллекция птичьих перьев. Мне нужна для того, чтобы понять, во-первых, как себя чувствует птица, потому что вот перо у него выпадает, я его могу осмотреть всячески со всех сторон. Либо оно просто разваливается, например, от старости, либо оно разваливается из-за чего-то. На нем могут быть какие-то дефекты. И второй момент для идентификации перьев, например, если мне что-то в природе попадется. В свободное время орнитолог любит выезжать на природу, чтобы наблюдать за пернатыми и фотографировать их. За маленьким ястребом, перепелятником, который вот такого размера, но который так умудряется воробья поймать, что даже ты не знаешь, что он так может. Вот воробей где-нибудь здесь сидит, между ними какой-нибудь ствол дерева, он резко за ним жик, и все, его ловит тут же, моментально. Он оглядывается, где он там, может он отойти, не может. Он таким движением все делает. Как они в воздухе тормливают, ну это красиво просто. Интересных наблюдений и материалов Николай насобирал уже очень много. Хватит на целую книгу. Кстати, возможно, когда-нибудь он захочет ее издать. Анастасия Кныш, Антон Захаревич, «Наше утро».